Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. Меня зовут Евгений Макеевский. Сегодня актуальные вопросы по кадастровому учёту и государственной регистрации прав на недвижимое имущество мы обсудим с начальником муниципального отдела по Череповцу, Бабаевскому, Кадуйскому и Череповецкому району управления Росреестра по Вологодской области Веселовой Еленой Валерьевной. Здравствуйте! Здравствуйте! Елена Валерьевна, давайте начнём с такого общего вопроса. Всё-таки, какими полномочиями наделены органы местного самоправления в этой деятельности, в этих актуальных вопросах? Да, с 29 июня этого года вступает в силу закон, который вносит изменения в наш закон о государственной регистрации, который наделяет органы местного самоправления полномочия по выявлению собственников ранее учтённых объектов. Сейчас я поясню. Ранее учтённые объекты недвижимости — это объекты, дома, здания, учёт которых произведён технический учёт. То есть это все знают органы БТИ, техническая инвентаризация, до 1 марта 2008 года. А также, если на объекты есть зарегистрированные права, то есть документы о зарегистрированных правах, полученные до февраля 1998 года, когда вступил в силу наш первый закон о регистрации. И на сегодня у нас задача стоит пополнение единого государственного реестра недвижимости, который существует с 2017 года. То есть это кадастр недвижимости, это все сведения об объектах, то есть об объектах, их основных характеристиках, и все сведения об актуальных правах собственности, ограничениях, обременениях прав. И в 90-х годах, но оформление прав происходило не только в современные годы, да, и не только вот после 98-го года. Оно происходило в 80-е годы, в 90-е годы. И многие люди имеют документы о праве собственности на те же дома, которые сегодня в деревнях, которыми они до сих пор пользуются, на основании договоров купли-продажи, дарения, которые были заключены через сельские советы. То есть по тому законодательству они оформлялись через сельские советы и регистрировались там. А также нотариальное, то есть свидетельство о праве наследства или сделки, которые проходили через нотариуса. Так вот, законная регистрация определяет, что все права, которые возникли до 98-го года, они являются юридически значимыми и регистрации повторно не подлежат. Они могут быть зарегистрированы по желанию правообладателя, или же обязательно только одно, перед сделкой какой-либо, если надо будет продать, подарить, ипотеку, то надо, естественно, начать с того правообладателя, который на сегодня существует, чтобы была история об объекте. Кадастер недвижимости формировался долгое время. В 97-м году был создан Росземкадастр, в 98-м году была создана наша единая регистрационная система. Были два ведомства, то есть об объектах, о правах. И сведения вносились разными ведомствами на основании разных документов. Естественно, были какие-то разночтения. И так получилось, естественно, становление уже пошло с 97-го, 98-го года. То те права, которые в 80-е, в 90-е были оформлены, ведь приватизация у нас сплошняком на землю шла как раз в 90-х годах, да, они просто не попали в базу данных на сегодня, если заявителю не было необходимости обращаться за регистрацией прав. На сегодня задача Росреестра стоит в том, чтобы пополнить Единый государственный реестр недвижимости сведениями обо всех объектах, которые существуют на определенных территориях, и об актуальных правах на них. То есть стала речь, это в связи с этим, органы местного самоуправления и наделены такими полномочиями, чтобы пополнить базу об объектах, что действительно дом, здание существует, что земельный участок существует, и что действительно есть на сегодня такой-то собственник актуальный. Как будут работать органы местного самоуправления, что предусмотрел закон? Они будут делать запросы в разные органы, инстанции, архивы, в органы, которые раньше занимались регистрацией, в нотариальные архивы, будут собирать всю информацию о правовладателе, и будут систематизировать ее. И если будет по документам, которые получат они в результате запросов, будет индивидуализирован, то есть точно, на 100% определен собственник объекта недвижимости существующего, то тогда они будут, еще такая процедура существует, что они будут давать объявления. Это будет сделано на официальных сайтах, муниципальных образованиях и на счетах информационных в сельских населенных пунктах, более доступных для населения. Это будет объявление в течение 45 дней. Если в течение 45 дней не поступят возражения, потому что, возможно, такой процесс шел, жизнь шла, кто-то вступил в наследство, долю продал каким-то образом, что-то не зарегистрировало, еще что-то. Если поступят возражения, то, естественно, начинается работа уже, приостановляется работа по занесению базы данных о собственнике. Если возражения не поступили, то орган обращается в органы Росреестра и заносит сведения о правах на существующий объект недвижимости. Если же так получится, что объекты не существуют, то есть не присвоен кадастровый номер, то орган и вносит на основании этих документов сведения об объекте недвижимости. И что я хочу сказать, отметить, что, естественно, что все возникновения этих прав на землю, на дома, оно не проходило бесследно, были регистрации в органах. И, конечно, в первую очередь органы местного самоуправления поднимут свои архивы и посмотрят. И, естественно, они дают информацию, особенно о домах, кто, допустим, вступил в наследство тогда-то, кто оформил сделку через сельсовет. То есть это говорит о том, что у людей на руках есть документы. И в первую очередь, конечно, орган местного самоуправления обратится к правовладателю. Так вот, я обращаю внимание всех, у кого действительно надлежащие документы на руках, да, но не было необходимости обращаться в реестр, потому что это не обязательно в Росреестр, обращаться в органы регистрации. Что просьба, вот, конечно, орган местного самоуправления, он возьмет этот документ, но он не пойдет сразу в Росреестр, а он должен запустить эту процедуру, которая предусмотрена законом. А это достаточно продолжительное время. И неизвестно еще, какие ответы поступят, то есть, потому что все равно, как бы, формировался, все очень долгие годы это формирование шло разными ведомствами. И я, никто заявительный характер не отменял. И я просто рекомендую заявителю, у которых на сегодня документы на руках есть, вот, самим обратиться к нам в Росреестр через МФЦ. Услуга эта, государственная услуга, с 1 января 2021 года бесплатная. То есть, для этого всего лишь надо прийти в МФЦ и заявить о регистрации права на существующий дом. Вот. Если же видно по документам, или сам собственник знает, что инвентаризация не проводилась, а просто так в старых договорах, или у нас там пишется, оценка объекта по страховой оценке. Это говорит о том, что, ну, закон того времени предусматривал такие сделки по страховой оценке, инвентаризации не было, то, значит, надо и в кадастре у нас нет сведений об объекте. Значит, одновременно надо в Росреестре подать заявление о постановке на кодучет объекта и о регистрации прав на него. Процедура бесплатная. И в течение, то есть, короткого времени, там, 9 рабочих дней, либо будет сделана регистрация, либо, если будет что-то недоставать, регистратор сделает нашу задачу приостановить и помочь самим делам запросы, все в архивы, и помочь восстановить вот эти ранее возникшие права в едином государственном объекте недвижимости. Поэтому большая просьба собственников объектов обращаться к нам. Вот. Но что я хочу сказать, что есть еще полномочия у органов, которые... Большой плюс для собственников объектов, которые на сегодня прекратили существование в силу каких-то причин. Пожар, стихийное бедствие, снесем дом. Если заявителю самому обращаться к нам за снятием с код учета этого объекта, то для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, заключить договор, соответственно заплатить определенные деньги и обратиться самим в орган регистрации. Так вот, этот закон наделяет органы местного самоправления правом произвести осмотр и убедиться, если действительно видно, что там же все равно история в населенных пунктах видна. Там пожар, стихийное бедствие, ведется какая-то статистика. И потом выходит орган на место и протоколом осмотра действительно подтверждает, что земельный участок свободен, что у этого объекта, который принадлежит собственнику земельного участка, уже нет. И этот протокол без акта обследования кадастрового инженера орган местного самоправления предоставляет нам в Росреестр и мы снимаем с каждого учета объекта. То есть сейчас нам, собственникам, нужно произвести, так сказать, ревизию своих бумаг и посмотреть, что мы имеем и надлежащим ли образом это зарегистрировано. Да, и какие тут плюсы. Да, что... Вот мнение такое, это что вот про налоги, да? Ну, у нас есть конституция, наш закон главный. Никто нас не освобождал платить налоги. Это обязанность каждого. И это ответственность каждого. Так вот это очень правильное налогообложение, потому что сам собственник заявит о своем объекте, он знает его характеристики. Если, допустим, эти характеристики старые, он может обратиться к кадастровому инженеру, внести изменения какие-то, но если этот объект будет в базе и право на него будет актуально, и будет правильное налогоначисление. Потому что сегодня налог исчисляется из кадастровой стоимости и он исчисляется из базы данных только Росреестр, которые поступают в налоговую. А соответственно, если надлежащий собственник, права которому не подлежат регистрации а он в этой базе информационной нашей не существует значит он не получает налоговое уведомление а уже налоговый кодекс уже введены штрафные санкции которые говорят о том что во-первых если собственник объекта ты же знаешь что у тебя есть объект ты же пользуешься им вот не пришло налоговое уведомление то на собственники лежит обязанность самому заявиться в орган и сказать вот у меня есть такой-то объект недвижимости если этого не сделайте это выяснится как-то потом а вот органы сейчас начнут работу и внесут эти сведения то наступают штрафные санкции и они не маленькие каждый может ознакомиться там насколько я помню 20 процентов от невыплаченного штрафа и ну и так и так далее да и еще хочу сказать что вы знаете все равно на сегодня если допустим возникает судебный спор то суды запрашивают официальную информацию из росреестра вот если там сведения не поступят что объекта нет прав нет то это совершенно другая постановка вопросов суде будет то есть дальше страховые компании когда дома страхуют у нас тоже они запрашивают сведения из росреестра то есть регистрация прав ранее возникших сегодня прав в силу того что вот диктует это необходимо чтобы была прозрачность что все объекты были в системе информационной росреестра налогообложения правильно актуальные права она говорит о том что это есть и защита прав собственника любой недвижимости если сложилась такая ситуация что я собственник у меня есть документы вот ну там они появились как когда-то давно лежали я их не резин не регистрировал на мне может их не надо я сто лет в этом доме буду жить бабушка жила и я буду сто лет жить и вы зарегистрировали органы муниципалитет зарегистрировал это все и получилось что неправильно там здесь что-то не так здесь что-то не так вот какие последствия в этой ситуации наступают но я вот проспал вот эти вот 45 суток и сказали а вот все зарегистрировали попал на органе конечно лежит ответственность но мы тоже будем проверять то есть заявление органа да мы тоже будем проверять видите закон еще только вступает в дело это в действие практики наработки его нет однозначно скажу что естественно там если будут выявляться какие-то неточности то есть мы то есть вы допустим с нашей базы данных что-то не допросили что-то не доделал орган или еще что то то есть мы все равно будем проводить право в экспертизу будем выявлять это что-то вот и но не думаю так что будут занесены какие-то не актуальные права неправильные потому что все-таки закон трактует что вот проект решения должен быть на основе всех документов запрошенного органам то есть анализ должен быть из всех органов то есть это и техническая инвентаризация и нотариат и сами правообладатели так что я не думаю что какие-то права там у нас то есть это все все должно быть подтверждаться документально даже более того вот сейчас я вспоминаю что в проекте решения которые они будут вот после делать анализа всех документов там должно быть четко описано объект недвижимости, его характеристики на основании этих документов, правообладатель, вплоть до снился, паспортные данные, потому что будут запрашивать ЗАГС, пенсионный фонд. То есть работа предстоит очень большая. То есть, скорее всего, закон пока вступает в силу, наработка какая-то будет, но то есть это не будет просто так. То есть там будет исчерпывающий перечень сведений. Так что надеюсь, что ошибок не будет. Это будут, таким словом, шерстить, проверять все объекты или какие-то выборочные? Нет, объекты, как правило, те объекты, в первую очередь, будут проверять те объекты. Вот смотрите, в основном дома. Ведь очень многие делали инвентаризацию, сделали инвентаризацию для каких-то целей. Технический паспорт на руках, договор на руках. А данные в реестр недвижимости, да, попали, они просто оцифровка была сделана, то есть технические данные, а технический паспорт, технический паспорт, он никогда не содержал сведений о собственнике. Никогда. Да. То есть документа самого нет. То есть это просто подтверждение, что объект существует и его характеристики. Поэтому занесено все без прав. И в первую очередь органы начнут с домов, которые числятся, имеют кадастровый номер, инвентаризацию прошли, а права не занесены. То есть они, конечно, разработают там свои регламенты, что-то. Но я думаю, вот начнут с тех данных, что правовладатель известен, то есть есть какие-то документы. И то, что инвентаризация была объекта, то есть, допустим, деревня такая-то, кадастровые паспорта такие-то, да, объекты существуют, правильно инвентаризированы такими-то, то есть какие-то. И начнут постепенно вот, то есть, как правило, чтобы наполнить, в первую очередь, объект существует, а прав нет. — Восполнить пробелы. Нам, собственникам, вы говорите, что вот документ вступил в силу, нам, собственникам, уже волноваться, уже бежать с документами, проверять себя, или это какой-то будет... — Вы знаете, я уже сказала, это права юридически значимые. То есть, это собственник всегда собственник. Никто не подвергает сомнению документы, которые оформлены на предмет действующего законодательства в то время. Просто если вот этот процесс сегодня начинается, и, соответственно, органы поставят в известность, да, то просто просьба правообладателям, их никто не обязывает. Вот просто я вот сейчас сижу и разъясняю, что это в интересах правообладателей занести себя в базу данных. То есть, что действительно дом сегодня еще существует, и права на основании такого-то документа у меня есть. Вот я собственник до сих пор. — Если неизвестная какая-нибудь бабушка в Тамбовской области оставила мне дом в наследство, я даже ни сном, ни духом, ни про бабушку, ни про наследство. Вот в этой ситуации то есть здесь какие-то будут? Как-то надо волноваться уже? — Нет, что касается наследства, это прерогатива самого собственника, понимаете? Это уже не к органу. Вот. А оформление наследства — это надо знать, что у твоего родственника там есть там имущество там-то, там-то. Это и в нотариус, если кто-то обращается, допустим, там же, вот как вы сказали, да, по местонахождению объекта там, кто живет, то ставится вопрос, а есть ли еще родственники? То есть это уже чисто другая работа, да, это чисто нотариус работает. Я думаю, что, ну, стало понятно, но мы еще с вами будем встречаться, очевидно. Да, да, да. Закон начнет действовать и даже вот можно ближе к осени, вот как раз сейчас вовремя он вступает, когда многие на своих дачных участках, вот, ведь сами знаете, что многие уже на полугода, ну, востребовано сейчас это, да, и выходные, и отпуска проводят, вот, то есть как бы время выбрано такое вот, то есть, я думаю, органы сейчас начнут активную работу как раз до окончания дачного сезона, и, то есть, уже будет и нами на работа, на практика какая-то, и органами, и уже можно будет конкретно говорить, вот, о каких-то действиях, что, как, ну, а на сегодняшний день просто, вот, прямо говорю, что есть документ, нет сведений, в смысле, что не обращались никогда к нам в органы регистрации, потому что не было необходимости, пожалуйста, обращайтесь. Мы с вами очень подробно рассмотрели, у нас практически не остается времени на эфир, но все-таки некоторые вопросы я у вас буквально там телеграфом уточню. Вечная тема спрашивает, вечная тема межевания, спрашивают, межевать или не межевать участок. Ну, что такое межевание? Это кадастровые работы по установлению границ на местности, местоположение земельного участка и его площади. Обязательности законодатель не предусматривает межевания. Но мнение Росреестры, когда к нам обращаются с вопросом, мы, конечно, говорим всегда межевать. Почему? Потому что установление границ на местности, то есть знать границы своего участка, это защита своего права в первую очередь. Потому что не зная границ земельного участка, просто вот кусок земли, которая как бы нельзя назвать определенной какой-то там вещью, индивидуально определенной вещью, можно вольно, невольно взять какие-то метры у соседа. Неправильно построить дом, не соблюдая снипы, которые предусматривают определенные метры, опять же, от границы. Ни для кого не секрет, что земельные споры рассматриваются только в суде. И, кстати, в суде выигрывает тот, кто прошел межевание, потому что судьи уже тоже знают, когда правовладатель показывает просто свидетельство или госсад на землю, а граница не установлена, а вы пальцем показали. То есть пока границы нет, не существует действительно земельный участок как объект недвижимости. То есть он декларированный, как вот выдавали, как с условными границами. То есть межи никогда не было, да. И еще как практик хочу сказать на практике, что особенно мы сталкиваемся с тем, что когда покупают землю без межевания, люди не предполагают, с какими проблемами они могут столкнуться. Особенно, когда захотят сами межевать земельный участок. Это возникают и реестровые ошибки, которые допустил сосед. Это возникают и земельные споры, которые заканчиваются опять же судей, куда надо приглашать продавца. То есть это масса неприятностей. И поэтому особенно перед сделкой надо, конечно же, просить продавцам межевать или самим принимать участие. Потому что покупать участок без границ это на сегодня очень опасно. Вопросов очень много, а времени очень мало. Поэтому я жду вас. Давайте осенью встретимся, еще и поговорим. Хорошо. Когда все вернутся, посмотрят на свои участки, посмотрят свои документы. Потому что главное правило, которое мы сегодня поняли, или собственник это непочетное название, непочетное звание, а все-таки обязанность. Нужно знать и соблюдать законы. И в конце обязательно скажу, хотела сказать, обратите внимание, что сегодня есть такое понятие комплексная кадастровая работа, когда за счет государства, за счет государства производится межевание земельных участков определенных населенных пунктов. Я хотела, конечно, много сказать о кадастровых работах, но тогда придется... Ну, это в следующий раз. Хорошо. Елена Веселова, начальник межмуниципального отдела по Череповцу, Бабаевскому, Кадырьскому, Череповецкому району управления, Росреестр была у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое. Приходите к нам снова. Обязательно. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»